Сейчас не замечать того, что происходит в стране, нельзя. Уже волны пошли. Уже не то, чтобы там где-то зреет революция и так далее. Этого не было и не будет. Никто на площади не поедет. Но просто общий настрой человеческий стал намного хуже. Я это вижу. Я по стране езжу, я по миру езжу. Там меня казахи встречают. Они же везде живут. И они читают мои материалы. Я сейчас вот для власти пишу. И они все разделяют. Они мыслят примерно так же, как и я. Я там Америку никакую не открываю. Другое дело, что когда речь идет о том, чтобы это высказать, свое мнение вслух, вот здесь вот уже процент резко убывает. Это еще хуже. Потому что разговоры перемещаются на кухню. А это мы уже проходили. А есть закон Токвилля, который говорит, революция случается не тогда, когда стало плохо, а когда стало было хорошо и стало хуже. А нам было хорошо какое-то время назад. Мы все тогда подкопили такой подкожный жирок. Сейчас мы его, значит, проедаем. Недолго осталось, скоро кончится. Сейчас казахи уезжают. Ну, это факт. 30% молодежи уехало. Я не говорю, что все плохо. Ну, пусть едут, учатся. Это хорошо нам, что границы открыты. Образование получают. У нас же образование не осталось. Все куплено и продано. Многие задают вопросы, когда я бываю за границей. Молодые студенты. Вот я сейчас в Торонто был. Приехали из Монреаля. Человек 30 из Ванкувера. Студенты из Казахстана. Поддержать там с флагами, с речевками. Так они меня спрашивают, возвращаться или нет. В Лос-Анджелесе я был. Ко мне подходят. И веки, нам возвращаться или не стоит? А что я им скажу? Я не назарбаев. Этому народу ничего не надо, оказывается. Понимаешь? Этот народ пойдет на трансформеров. Он пойдет на аватар. Какой жад. Какой шал. Какой голод. Какая коллективизация. Какая война. Я потом читаю выступления каких-то наших депутатов. Каких-то там политиканов. Каких-то там, которые выходят на трибуны. Брызгают слюной. Язык. Где наш язык? Где наши национальные корни? А вот Аблайхан, Абулхайрхан, Дамы Джунгаров. А давайте возрождать. А давайте корни, где наши, где. А осмыслять историю. А голодомор. А война. Ребята, что ты орешь? Не надо спекулировать. Купи билет. Возьми жену детей. Иди, я уже все рассказал. Едет миллион паров араби, набитый вот этими отпрысками, которым вообще по барабану. Значит, они закрыли всю трассу. Смотрите, у нас счастье. И все должны радоваться этому счастью. Кто-то в аэропорт едет, у кого-то там на работе горит. Плевать. На самом деле они едут, но они двигаются вперед, но задом. То есть, жопой вперед они двигаются, понимаешь? Так и вот мы. Вот наша страна. Мы вместе со всеми двигаемся. Куда-то в 50 самых развитых. Но вроде бы мы пристроились. Но все-то едут лицом вперед. А с нами что-то не то. Мы как-то вот-вот, как-то наоборот едем. И на нас так посмотрят. Ребята, вы с нами? Конечно, мы с нами. Мы же с вами едем. Ну вот, может, вы как-то... Нет, нам так лучше, мы казахи.